Девушки отдыхают Жизнь Киберпанка Horizon выходит на ПК И Манчкин Вархаммер По традиции наш выпуск начинается с небольшого блока новостей Не будем тянуть, погнали! Sony анонсировала ПК-версию Horizon Forbidden West, которая выйдет в начале 2024 года Таким образом, с момента релиза игры на PS5 пройдет около двух лет Портом занимается компания Nixie Software И у Forbidden West уже появились страницы в Steam и EGS На ПК выпустят издание Complete Edition, куда войдет уже дополнение Burning Shorts Действие DLC разворачивается после основной сюжетной кампании На PS5 Complete Edition выпустят 6 октября В него также войдет цифровой адбук, комикс, саундтрек и внутриигровые бонусы Сразу с этой замечательной новостью из стана Sony последовало следующее Джим Райан покинет пост главы PlayStation в марте 2024 года Президент и генеральный директор Sony Interactive Entertainment уйдет в отставку в марте 2024 года После почти 30 лет работы в компании По словам Райана, он сделает это, поскольку ему стало сложнее находить правильный баланс Между жизнью Великобритании и работой в США После череды скандалов, связанных с кипой сомнительных решений Уход мистера Райана стал вопросом времени Кто же знал, что так скоро мы получим на этот вопрос ответ? Тем временем для ПК Бояр наступил праздник Вышла Counter-Strike 2 Valve объявила о начале новой эры своего онлайн-шутера Релиз состоялся 27 сентября, спустя более чем 10 лет после CSGO Игру перегли на движок Source 2 Разработчики обновили с использованием его инструментов и технологий рендеринга Все основные карты Некоторые переделали с нуля Дымовые гранаты переработали В Counter-Strike 2 для них используются динамически объемные частицы Которые реагируют на свет, выстрелы и взрывы А также взаимодействуют с окружением Это означает, что пули и гранаты ненадолго разгоняют или рассеивают дымовую завесу Интерфейс обновили И, среди прочего, в нем появились визуальные эффекты состояния игрока Ну и, конечно же, главную страсть всех школьников Обновили внутриигровые предметы из CSGO Улучшили Они стали выглядеть лучше за счет того, как движок Source работает со свещением и материалами Некоторые модели также стали использовать более высокое качество текстур Валю подчеркнули, что все скины перейдут из CSGO в Counter-Strike 2 Резюмируя все обновления, можно сказать, что игры нашего детства проходит период ренессанса Разработчики сдержали обещание со своим пафосным Let the new era begin Let the new era begin В ходе стрима Netflix Drop 01 представили короткий ролик, посвященный анимационному проекту о Ларе Крофт Над шоу онлайн кинотеатр работает вместе с компанией Legendary Мультсериал выйдет под названием Tomb Raider The Legend of Lara Croft И будет посвящен, о чудо, юной расхитительнице-гробниц В титере лишь показали несколько кадров, но по тону ролик напоминает сюжетную линию из игровой трилогии, начатой в 2013 году Главную роль должна озвучить Хейли Этвилл, она же агент Картер Она же воровка из миссии невыполнима смертельная расплата Но точной даты релиза у проекта нет Выпустить его планируют в 2024 году Подробности о сюжете пока не раскрывают На этом наш новостной блог заканчивается Но от темы видеоигр мы далеко не уходим Сейчас коротко мы поговорим о всем самым интересном, что привнесло обновление 2.0 для Киберпанка Вместе с дополнением Phantom Liberty С трагедией Киберпанка знакомы все Выйдя почти три года назад, игра стала причиной для множества скандалов, судебных процессов, прецедентов И стала, само собой, самым обсуждаемым событием последних лет в ААА игровой индустрии Что можно сказать о игре сейчас? К ней вышло масштабное обновление с пафосным названием 2.0 Намекающее на перезагрузку системы ролевой Таких как перки, навыки, техника, оружие, окружение вокруг игрока Но в то же время это все приурочено к выходу дополнения Которое, впрочем, для русских игроков приобрести будет затруднительно Озвучки в нем не будет, но благо совести у поляков хватило на то, чтобы хотя бы обновление 2.0 вышло для всех тех, кто базовую игру купил Еще панно таким образом у игроков не появилось Потому что игра все еще не приблизилась к тому, что было обещано на стадии анонса Но хоть чуть-чуть приблизилась к тому, что было в предрелизных трейлерах Все еще нельзя покупать и обновлять квартиры Все еще нельзя кастомазить машины Но у некоторых есть встроенные, например, пулеметы или иное огнестрельное оружие для ведения боев Появились и венты, случайные схватки на дорогах Или, например, полиция перестала генерироваться просто из воздуха А даже появилась некоторая система, напоминающая GTA с прибывающими волнами все более сильных-сильных оперативников Это к положительным изменениям К отрицательным, перки как были мешаниной непонятно что знающих символов Так мешаниной непонятно что значащих символов и остались Да, безусловно, игроку в честь ребаланса системы дают полностью сбросить перки и бесплатно обновить их Но толком какой-то разницы для игрока это не привносит Да, чуть-чуть изменили систему взлома Однако быть богом трейнга теперь нельзя И вся техномагия сводится к унылой перезарядке способностей, которые можно выпускать одну за другой Чуть-чуть дело исправляет дополнение Которое Чуть-чуть дело исправляет дополнение Которое, впрочем, сделано поликалом основной игры Мало того, что оно стоит столько же, сколько стоила основная игра И оно, в отличие от двух расширений для Ведьмака, не два, а всего одно Оно точно так же опирается на блокбастерность, на звезду мирового уровня В этот раз к океану Ривзу присоединится еще и небезызвестный Идрис Эльба В роли агента Соломона Рида Шпионы, новая локация, новое оружие, новая техника, новая концовка для всех тех, кто был не удовлетворен всеми результатами своих стараний в сюжетной кампании оригинала Резюмируя, можно сказать, что дополнение подводит такую печальную черту под всеми стараниями кампании Поскольку это последнее контентное обновление, больше для Киберпанка ничего не выйдет Никаких костюмов, кроссоверов, новой техники, новых дополнительных квестов Если зайти на страницу в стиме Ведьмака, особенно если из какого-нибудь другого нерусского аккаунта, где это все еще доступно Можно увидеть кучу всяких маленьких платных, бесплатных расширений, которые радовали игроков на протяжении всего периода жизни игрока Сейчас такой роскоши нет Сейчас команда официально сказала, что она переброшена на Киберпанк 2, который будет когда-нибудь Будет ли в нем метро? Вопрос хороший Будет ли игра хорошая? Вопрос еще лучше Когда она выйдет, это вообще лучше не заикаться Потому что, учитывая, сколько людей сбежало от кранчей из Штата И какую репутацию теперь займела CD Projekt Red Ну, можно только надеяться, что до той версии, которой должна была быть первая игра, мы доживем Но с лозунгами в интернете, что CD Projekt спасли свою репутацию Категорически сложно согласиться Это все-таки не история с Final Fantasy Это не история с No Man's Sky от Hello Games Хотя, вроде как, любят сравнивать в пример No Man's Sky тоже все ругали на релизе в 2016 году, а сейчас конфетка Но No Man's Sky изначально позиционировался фиг пойми в кем, как игра мечты Она вышла фиг пойми от кого И игрой мечты она стала только-только-только-только С исследованием планет, с кооперативом То есть, игра дополнялась контентом Проблема в том, что у нее было нечего делать А не в том, что она как-то не работала Ключевая механика не поменялась Просто добавили больше активности Как и тот же Сио Фивс от Microsoft А киберпанк, он позиционировался как ролевое приключение, которое просто пересборка имеющихся деталей ты не исправишь Уже новый контент, новый сюжет, новые секстуры, которые натягиваются на новые модели Новые персонажи, новая озвучка, которой преступно мало Поэтому все эти возгласы про то, что новая революция, киберпанк 2.0 воскресил игру, спас жанр и вообще надежда CD Projekt Red Согласиться трудно Возможно, это участь следующей игры от CD Projekt Red Будем ждать, будем посмотреть, будем поиграть Сегодня мы поговорим о настольной игре, о которой когда-то речь заходила Манчкина мы уже разбирали Но, как известно, что-то хорошее, почему бы не отправить в космос, чтобы было еще больше, да еще и с клевой лицензией Поэтому сегодня у нас обновленный Манчкин Вархаммер 40 тысяч Ключевое отличие современного Манчкина от того, что мы разбирали когда-то, это наличие поля Оно решает множество проблем, потому что в оригинальной версии у вас нет ни карандаша, ни блокнотика И дай бог, если у вас найдется 10 рублевых монеток, чтобы вы могли отмечать свои уровни Здесь эта проблема решена, вы выбираете свой персонажа и ставите его на поле, которое отмечает ваш уровень Поле здесь максимально функционально, поэтому оно сгибается надвое Здесь есть все, что нужно для игры, но, с другой стороны, без него играть можно было вполне себе Поэтому это скорее просто косметическое приятное дополнение, объясняющее размер коробки Почему она больше стандартных вытянутых прямоугольных Здесь есть карты для нычек, карты для дверей, карты для сброса дверей, карты для сброса нычек Все по-прежнему Задача нисколько не поменялась Вы должны гордо прогорцевать до 10 уровня Кто сделал это первым, победил Кто умер в процессе, должен повторять свой путь с определенного, который у него остался на момент столкновения с монстром В зависимости от причины своей смерти Правила те же Перед началом игры каждый гордый манчкин, в этот раз облаченный, ну или не облаченный в костюм какого-либо персонажа из вселенной сорокатысячника Берет 4 карты дверей и 4 карты шмоток Деловито их осматривает и экипируется Шмотки здесь делятся на несколько типов В одну руку, в две руку Шмотка может быть большой-маленькой У шмотки может быть обувка, головняк, броник Ну и куча всяких прикольных разовых шмоток, которые могут исправить баланс в ходе игры В вашу пользу или в пользу вашего воображаемого противника Или что милее, в пользу любого другого противника, который решил поместиться с монстром А вы можете резко взять и ему подкозлить, помешав ему получить заветный уровень Причем обычно мешают на десятом, но если вы особенно вредны, то и на четвертом, на пятом, на шестом Себе отказать в таком удовольствии будет очень сложно Самое главное от игры это шарм Вархаммера Своей классической, присущей, манечкинерской нелюбовью ко всему современному Выстебываются от названий каких-то доспехов, флота, рас, оружия Здесь есть мультиклассы, здесь есть мультираса Вы можете усовершенствовать своего персонажа так, чтобы он не получал каких-то штрафов от столкновения с определенными монстрами Или совместить себе две специальности, что иногда может быть очень полезно Особенно, когда ты стремишься через раз накопить побольше уровней Когда вы сталкиваетесь с монстром, допустим, мы столкнулись с катачанским дьяволом Если бы я был ультрадесантником, у меня были бы проблемы Если я не одолею его, у меня будут проблемы вдвойне, потому что я потеряю два уровня Два уровня по меркам этой игры, это, ну, получается, одна пятая За такое и прибить могут Если я одолею его, если окажусь умелей и хитрее, то получу три сокровища Я могу использовать что-то разовое, чтобы получить уровень Могу попытаться забить его шмотками, которые я держу в одной руке Запинать его, если у меня что-то есть на ногах Могу попросить помощи, причем самое смешное, что помощь здесь определяется устной договоренностью То есть, допустим, монстр может дать вам пять сокровищ, и ты сам говоришь Ты дашь четыре сокровища, только помоги Ты дашь одно, так вот, с легкой руки Или я тебе просто мешать не буду, а ты мне бесплатно поможешь А я тебе в следующий раз не помешаю Тоже работает Если вдруг вы понимаете, что ваши силы не равны Вас резко меньше, вы слабее, и вообще весь мир получился против вас Вы можете попробовать сбежать В зависимости от модификаторов, ваша задача выкинуть определенное число Если смылись, то поздравляю Непотребство вас не коснется Монстр уходит по делам Если нет, тут же переходите к непотребству А непотребство здесь может быть страшным Ну, допустим Нет, не кроны, это в данном случае И тау не наши враги По крайней мере, некоторые Но вот темный ангел может запросто Отправить вас туда, где темно, холодно И ничего хорошего для вас нет В данном случае ничего хорошего, это также потерять уровень Странно, обычно в классическом Манчкине чуть что невыразимое зло Вы мертвы, а значит, ваши карты должны взять по очереди игрок справа Слева все остальное сбрасывается И вы начинаете свой увлекательный путь сначала В чем прелесть Манчкина Сорокотысячника? Здесь есть в целой серии Также Манчкин, посвященный Эйчу Зигмару Но, с другой стороны, космический Он ведь сам по себе довольно мемный Сколько всяких прикольных машин выходит Сколько смешных роликов Одно только видео Фурии против сорокотысячников Это просто платина интернет-культуры Поэтому с точки зрения эстетики Удачно совместилось что-то максимально мемное Орки Ну как вот, как такую лапочку можно не полюбить? Как можно играть за кого-то другого, кроме орка Который готов покрасить все, что угодно в красный цвет Лишь бы быстрее гнало и сильнее бухало Поэтому эстетика Вархаммера идеально сочетается с пародийным стилем Манчкина И даже задумываешься, почему в этом пародийном стиле не выходит больше игр А вах и все остается такой же претенциозный, серьезный, мрачный Такой, что аж зубы скрипят Ну, на этом, я полагаю, беседа в этом прекрасном, в своем минимализме шедевре настольного искусства заканчивается Манчкин локализовывается, будет локализовываться Всегда будут споры, да сколько можно этот Манчкин переводить Ну, а значит, если будет локализовываться Значит, об этом мы обязательно поговорим в следующий раз На этом наша настольная рубрика На этом наша настольная рубрика подходит к концу На этом наш выпуск подходит к концу А это значит, что через неделю мы снова вернемся Будут настолки, будут интересные темы Вымпел будет, ждите Да, снова красивый свет Красивый свет должен быть обязательно Если нас отсюда не выгонят До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok